В казахстанской системе правосудия создали виртуальный форум. Пока ресурс доступен только работников судов, но совсем скоро его откроют для всеобщего пользования. Конечно, эта площадка нужна для обсуждения судебной практики, конкретных дел, проблем, возникающих на процессах и прочие вопросы, касающиеся в целом судов и судебной практики. Спасибо. Форум, который назвали Толдау, это целый аналитический сервис, который позволит осуществлять мониторинг деятельности Фемили. При создании ресурсов наши позаимствовали опыт европейских коллег и ближайших союзников. Вероятно, активными пользователями форума будут адвокаты, прокуроры и, само собой разумеется, судьи. Любые комментарии, публикации, замечания информационная система тут же будет обрабатывать, то есть анализировать и передавать в Центр Верховного. Омный суд. Разработчики уверены, Толдау позволит общественности участвовать в повышении качества и эффективности работы казахстанских судей и судов. Здравствуйте, меня зовут Артем Петров, и мы по-прежнему в Омном городе. Продолжаем знакомиться с технологиями, которые внедряются в отечественной системе правосудия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, мы снова находимся в здании суда города Астаны, где на самом деле располагаются четыре суда. О технических и информационных новинках нам продолжают рассказывать и наглядно демонстрировать работники столичной Фемиды. Особого внимания заслуживает сервис «Судебный кабинет». Это одно из ключевых нововведений, которые уже успели оценить и воспользоваться более 40 тысяч жителей умного города. Судебный кабинет заработал два года назад, и за это время столичные люди подали около миллиона обращений, жалоб и ходатайств в электронном виде. Если говорить в целом по стране, то больше половины исков были поданы через виртуальный кабинет. Судебный кабинет – это единое окно доступа к онлайн-сервисам судебных органов. Для входа в судебный кабинет необходимо наличие электронно-цифровой подписи пользователя. Вход в систему осуществляется посредством ввода электронно-цифровой подписи, либо BIN-IN пользователя и пароля. После прохождения стандартной процедуры регистрации и аутификации пользователям подписывается пользовательское соглашение, на условиях которого он ознакомляется с сервисами, представленными в судебном кабинете. В электронном сервисе «Судебный кабинет» для пользователей предусмотрено несколько электронных сервисов. Сервис судопроизводства, отправка писем, сервис подачи обращений, сервис апостелирования судебных актов, сервис поиск судебных дел и сервис форум «Талдау». Еще благодаря виртуальному судебному кабинету появился такой сервис, как автоматизированное рабочее место. Оно предназначено для государственных органов. Через этот закрытый канал отправляются административные дела из полутора тысяч госструктур страны. Кроме того, есть функция для просмотра судебных актов сотрудниками госучреждений по конкретным категориям дел. В личном кабинете сервиса «Судебный кабинет» пользователи могут добавить доверенных представителей для доступа к просмотру статусов по поданным заявлениям. Недавно сервис обновили, изменены шесть разделов, а летом прошлого года запустили мобильную версию судебного кабинета. В сервисе судопроизводства имеется раздел «Мои дела». Указанный раздел необходим для пользователя как информационно-справочная база. По каждому делу направлено через сервис «Судебный кабинет». Пользователь может отслеживать ход динамику рассмотрения дела, поданные документы и на каком этапе находится исковое заявление. Также может скачивать поданные им документы, судебные акты, вынесенные по делу, и ознакомливаться со всеми видео- и аудиоматериалами. Кстати, благодаря виртуальному кабинету, ваше обращение или любой другой документ через пару минут окажется в том суде, где в последующем и будет рассматриваться ваше заявление или дело. После отправки граждане обязательно получат информацию о доставке заявления через судебный кабинет. Также можно отслеживать динамику рассмотрения обращения. А скоро подавать заявление в электронном виде станет выгодно. Сейчас рассматривается возможность снижения госпошлин для пользователей судебного кабинета. Если документы подаются в суды в электронном виде, то уже не нужно тратить деньги на копирование бумаг и использование оргтехники. Экономятся и время, и трудовые ресурсы. К слову, в Эстонии, где все судопроизводство с 2006 года осуществляется только в электронном виде. Указанный сервис предназначен для подачи обращений в соответствии с законом о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. То есть это жалобы на действия. Обращения, требующие, не требующие, не связанные с судопроизводством и делопроизводством суда, но по которому необходимо предоставить ответ судебному органу. Также в указанном сервисе имеется возможность заполнения короткой формы, прикрепления электронной формы к соответствующему разделу, прикрепления сканированной версии, либо вордовской версии обращения. Одним из последних этапов является обязательное заверение каждого документа электронной цифровой подписью. Еще имеется услуга пересмотр судебных актов. С помощью этого сервиса граждане имеют возможность подать апелляционную жалобу в суд. Благодаря информационной системе дело легко довести до Верховного суда. При этом люди получают гарантию доставки ходатайства, отслеживая динамику рассмотрения ходатайства в судебном кабинете. А теперь перейдем в реальный зал заседания, где нам готовы продемонстрировать работу систем аудио-видеофиксации судебных процессов. Применение аудио-видеофиксации судебных процессов предупреждает и пресекает нарушение конституционных прав участников процесса как со стороны суда, так и необоснованных жалоб со стороны участников процесса. Поскольку весь ход судебного заседания автоматизирован, идет запись, которая сохраняется, и идет сразу в единую централизованную базу Верховного суда. Таким образом, введение аудио-видеофиксации позволяет контролировать своевременность начала судебного процесса. Дальше в данной системе аудио-видеофиксации имеется соответствующий функционал, который позволяет в случае нарушения, либо, допустим, если один из участников процесса опаздывает на судебное заседание, то оно определяет, дает конкретные основания для применения соответствующих мер. Всего по стране 1407 залов судебных заседаний. И практически все они оснащены необходимой техникой для записи судебных разбирательств. В настоящее время в столице и городе Алматы все залы на 100% оснащены аппаратурой аудио-видеофиксации или АВФ. Для мониторинга разработан соответствующий функционал. Он позволяет определять своевременность проведения судебного заседания, давать отчет о применении АВФ, что позволяет обеспечить четкий рабочий график работы судов и наказывать граждан, срывающих слушание. Если участник опоздал на процесс, система АВФ дает фактическое основание принять в отношении нарушителя соответствующие меры. Автоматизированная база имеет недопустимость внесения каких-либо корректировок либо при остановлении аудио-видеофиксации. В настоящее время идут мероприятия по интегрированию данной системы АВФ с другими информационными системами. К примеру, любое граждание Республики Астана имеет право через судебный кабинет и в последующем ознакомиться с материалами АВФ. Данное внедрение АВФ, оно также способствует более эффективному судопроизводству, поскольку в настоящее время судебные сектори не ведут протокол, полностью, как ранее это делать, не печатают, ведут краткий протокол, поскольку весь ход судебного разбирательства, он полностью автоматизирован, полностью копируется, идет в базу, в единую базу, которой гарантированно сохранность. Данная аудио-видеофиксация, она сохраняется в единой базе АО «НИД». Однако на этом техническая перезагрузка отечественной системы правосудия не завершена. Разработчики сейчас заняты запуском видеоконференц-связи, но не для проведения совещаний с вышестоящим начальством, как это принято в крупных компаниях, а для проведения удаленных судебных процессов. Чтобы не пришлось, например, вызывать свидетелей издалека. Часто слушание переносится из-за неявки основных фигурантов дела или очевидцев правонарушения. Гражданам приходится в буквальном смысле преодолевать тысячи километров, чтобы выступить в зале суда. Конференц-связь серьезно сэкономит время, то есть больше не придется никого дождаться. Еще на связь готово выйти Министерство внутренних дел, точнее в МВД, согласно организовать включение из тюремных камер, чтобы осужденные могли давать показания прямо из мест заключения. Связь наладят и со всеми медучреждениями страны. Так что мы продолжаем следить за техническими новинками в судах, а вы не пропускайте новые выпуски «Умного города» в эфире информационного флагмана 24КЗ. А на сегодня все. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»!